Здравствуйте! В эфире программа «Городские встречи» и сегодня мы в гостях у практикующего психолога Виктории Климовой. Виктория, здравствуйте! Здравствуйте! Давайте начнем наш разговор с того, что расскажите, с чем чаще обращаются люди к психологу? С запросами про тревогу, про стресс, личные проработки, детско-родительские сценарии, психотравмы, агрессия, аутоагрессия. В сегодняшних условиях, к сожалению, частый запрос, неуверенность в завтрашнем дне, то есть что нас ждет завтра и каким оно будет. У многих постигла участь каких-то новых переживаний, связанных с условиями, которые диктуют сегодня, и все погрузились в такую некую панику, и с этим мы чаще всего сегодня работаем. То есть этот запрос, ну а так, в принципе, запросов великое множество, они обширны, глубоки, и это могут быть самоакцентуация, актуализация, да, самооценка, выгорание. С этим чаще всего вот сейчас, особенно весенний период времени, да, мы сталкиваемся с тем, что все устали, и какой-то вот хочется сделать рывок вперед, и не хватает чего-то. Не хватает нам всем, понятно, солнышка, витаминов, в том числе отдыха, да, потому что как-то привыкли уже к определенному ритму, привыкли, что так или иначе все либо на дистант уходят, либо какие-то праздники случаются, и вот в этой связи сейчас такие вот огромное количество, на самом деле список можно продолжать бесконечно, но самые основные сейчас и актуальные, это вот про тревогу, про стресс и про что же нас ждет. Виктория, вот давайте поговорим про стресс, а более обширно расскажите, что это такое стресс, как с ним бороться? Стресс – это естественное вообще наше состояние, реакция наша на неизвестное, на то, что нас ждет впереди, то есть если мы с чем-то незнакомы, значит, мы реагируем на это, как правило, вот наше тело реагирует, это могут быть и панические атаки, и тревожные расстройства, и так или иначе мы идем вот в полное бессилие, да, вот, то есть клиент приходит и говорит о том, что мне тревожно, я испытываю постоянный стресс на работе, дома, вне дома, я еду на работу, мне плохо, я еду с работы, мне непонятно, то есть вот с этим вот стресс сам по себе, он многослойен, то есть он может быть, может нести в себе как рациональную часть, то есть мы там стрессуем и тревожимся по поводу чего-то, что, ну, грубо говоря, бояться там пауков, это рационально, не ходить в лес, потому что там мы можем встретить паука или кого-то, или змею, или не смотреть фильмы там, где можно увидеть изображение, это иррационально, да, стресс и страх и фобия, все одно за одно цепляется, но в принципе это то, что накапливается, это имеет накопительный эффект, если с этим никак не работать, если это никак не отслеживать в себе, то будут последствия, то есть в виде затяжных таких травм психологических, затяжных состояний, с которыми надо обязательно работать и надо их вот купировать, наверное, на стадии зачатка, да, то есть если человек отследил в себе, что я стрессую, почему я стрессую, что происходит, где я устал, где я не даю себе возможность выдохнуть, и в какую точку меня это приведет. Как бороться со стрессом? Бороться со стрессом? Очень хороший вопрос, самый распространенный, да, что такое, как бороться. Бороться со стрессом есть множество разных способов. Мы берем за основу, пожалуй, наверное, в первую очередь, мы, наверное, смотрим, да, то есть когда я говорю клиенту, посмотри, что с тобой происходит, где ты и в какой момент ты не можешь остановиться, в какой момент тебе нужно пересмотреть несколько свои там взгляды. Может быть, это там гиперактивность, заработался человек. Может быть, ему просто нужно там пересмотреть свой режим дня, да, режим сна, питание. Это все тоже взаимосвязано. Мы всегда сначала убираем медицинский фактор, потом мы уже переходим непосредственно к психологическим проработкам. Да, и есть несколько техник. То, что я рекомендую всегда, это техники дыхания, техники медитации. Это обязательно помогает, одно не исключает другого. Мы и к психологии можем точно так же добавлять разные расслабляющие техники. Какая-то, да, ритуализация именно связанная, ну, с тем, что помогает расслабиться, да, понять, где я здесь, куда меня уводит вот это состояние, к чему оно меня приводит, для чего оно мне нужно. Да, это тоже очень важный момент, потому что, как правило, бывает, есть такая часть стресса, когда это симптом вторичной выгоды. То есть, когда человек из этого может извлечь для себя что-то, да, где он отслеживает ответную реакцию того, от кого ему нужно это получить. Расскажите про то, как оградить себя от стресса, вот что бы ни было. Потому что сейчас в современных реалиях у нас очень много стресса. Мы смотрим ленту новостей, листаем, и везде, на каждом шагу, можно сказать, мы видим этот стресс, переживаем. Вот что нужно сделать, чтобы оградить себя от этого недуга? Вы очень правильно сказали. Мы листаем ленту новостей. Первое, что нужно сделать, ну, оградить мы себя, мы отрицать не можем происходящего, да. Первое, что я рекомендую в данной ситуации, не вовлекаться ни в какие лагеря, да. То есть, никого, ну, если вам это возможно, даже это может происходить в условиях семьи. Там, родители ссорятся, там, отцы с сыновьями, мамы с дочерьми, близкие когда-то друзья друг к другу не разговаривают. То есть, надо как-то стараться исключить фактор вовлечения к агрессии, да, потому что как только вы вовлекаетесь, принимаете чью-то сторону, да, вы можете нажить себе сразу же врага. И это опять стресс. Это опять реакция. Это опять, ну, это бесконечный поток информации, который за собой вот влечет, влекут вот эти переживания, потому что он со мной не согласен, у меня такая точка зрения, вы можете придерживаться своей точки зрения, но не обязательно ее очень громко озвучивать. Убрать информационный шум из своей жизни, то есть, ну, вот на время хотя бы, да, если есть возможность не листать новостные ленты, не листайте новостные ленты, не смотрите эти паблики, не смотрите эти жуткие видео, да, которые, да, это наша жизнь, это реальность, к сожалению. Очень жаль, что так происходит. Если вы хотите как-то действительно поучаствовать и быть причастными к этому, есть, да, там, пункты помощи, вы можете оказать реальную помощь, если вам от этого будет легче. Но где-то нивелировать вот этот момент, какой-то вот поток агрессии, его и так хватает. Для того, чтобы сейчас разжечь какие-то там революционные настроения, многое не надо. Все сейчас сильно на пределе. Адаптироваться к современным, ну, к новым вот этим реалиям, да, извлекать какой-то, то есть, ну, такой внутренний диалог, извлекать из этого выгоду. Нас закрыли Макдональдс, классно, мы будем правильно питаться. Мы там, ну, кто-то будет, кто-то, ну, да, может быть, там, в другой ресторан пойдет. Что-то еще пропало, соцсети, супер, появилось много свободного времени. Не хотите отказываться от соцсетей, пожалуйста, там, но только уберите вот все вот эти подписки и вот этот тревожный контент, который вас преследует, не вчитывайтесь, ни в коем случае там никаких, ни в каких комментариях не перекликайтесь ни с кем, чтобы не переходить ни на чью сторону и понимать, где в этом вы. Если вдруг так получается, что вы в этого все вовлеклись и что вам вдруг стало либо жаль этих, либо вы поняли, почему так поступили с теми, и вы начинаете уже погружаться в эти механизмы, в которых вы раньше не были ни экспертами, ни даже близко, надо понять, для чего вам сейчас это нужно, что вам это дает, где здесь вы, да, почаще вот понимать свою роль в себе, да, вот для себя. И, естественно, не глобализировать, да, вот когда ко мне приходят клиенты и говорят о том, что что завтра будет, там вот, а все бегут, все бегут, эти бегут в одну сторону, другие бегут в другую сторону. А что нас ждет? Вот, а как же так? А самолеты летают, а вот это вот все, и… А у тебя-то что в жизни происходит? Да? Твоя жизнь продолжается? Продолжается. Ничего не остановилось? У себя бы разобраться, да, что происходит. И главное-то не останавливаться и не погружаться в это вот с головой, чтобы не потерять в этом себя. Вот это как бы, пожалуй, самое главное. Так, ну помимо взрослой психологии вы еще практикуете детскую. Вот расскажите, какие проблемы в детской психологии, с чем обращаются чаще всего родители, может быть, дети сами? Родители, да, родители обращаются, как правило, с тем, что неудобно им. Ну так, так получилось. Ну не всегда так. Да, есть какие-то вопросы, на которые они не знают, как ответить. То есть с их ребенком что-то происходит. Ребенок сам понять не всегда может, что это правильно или неправильно. Не хочет учиться. Не усидчиво, невозможно, самая частая формулировка, я не могу его заставить сделать уроки. Ну, когда перестанете заставлять, тогда, может быть, что-то и поменяется. Ничего не делает, ничем не интересуется. Ну, это вот родительские частые, самые частые запросы. Что касаемо детей, ну, маленькие сами редко приходят. Я работаю с подростками, с этим направлением. Подростки приходят с запросами, естественно, да, и про родителей, и про учебу, и про внутренние трансформации, которые с ними происходят. То есть вчера они еще были маленькими детьми, и с них особенно ничего не спрашивали, не просили. Сегодня они еще не взрослые, но с них спрашивают так же, как практически со взрослых, но они уже не дети. Но они все еще для родителей дети. И вот этот вот диссонанс, который происходит регулярно, для них тяжел. И плюс еще здесь накладывается сверху гормональная перестройка. Изменение характера. Вот это вот все бунт. Почему я бунтую? Почему я хочу бунтовать? Почему я не хочу бунтовать? Почему я хочу дружить с этими или не с этими? Как мне перестать переживать? У меня понижена самооценка. Самый частый запрос у подростков, низкая самооценка. Это я всегда говорю, покажите мне хоть одного подростка, у которого в период от 15 до плюс-минус 17, от 14, ладно, до 17, высокая самооценка. Если у него высокая самооценка, значит, тут не все в порядке. То есть это нормальное явление, и через него это надо просто пережить, прожить и пройти. Ну, также у родителей бывает, если про родителей говорить, у родителей бывают запросы по поводу, допустим, тревожности деток, точно так же фобии, страхов. Детки боятся, помимо подкроватных монстров, опять-таки, иррациональный страх, боятся чего-то очевидного. Например, это темнота, шум, и это то, что может перейти тех же пауков, кстати, то, что может перейти в уже стабильную фобию, когда приходится включать там какие-то лампочки, освещение дополнительное, когда приходится проверять все там щели, потолки перед сном, нет ли какого-то паучка или жучка. Да, вот такого, иначе будет истерика. Ну, вот работаем с этим. Может быть, есть какой-нибудь совет для наших телезрителей? Совет для телезрителей. Советов много уже, да, сказал, рекомендаций в первую очередь. Да, стараться себя стабилизировать, гармония, забота о себе, всегда, завод о себе, не вовлекаться в поток бесконечно непроверенной информации, особенно непроверенной информации. Сейчас обязательно очень хорошая погода, побольше гулять, почаще дышать свежим воздухом, разрешать себе все, что вы хотите разрешить, потому что наконец закончилась зима. Зима была, кстати, тоже очень прекрасная, снежная, но вот сейчас такое солнышко светит. Я сегодня буквально прогулялась, мне было так хорошо. Да, и обязательно заботитесь о своем физическом, психическом и эмоциональном благополучии. Спасибо вам большое, что уделили нам время, ответили на вопросы. На этом программа «Городские встречи» подошла к завершению. Всего вам самого доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова